Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 ДМИНСК Д supporters Ну, давай, 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 тащись, собака, тащись. Дверь понемножку всё больше и больше открывается, скотина, а. Ну-ка, надо пробовать выкинуть его отсюда, через это место. Есть, наконец-то, блин. Вот же ё-моё, приходится самому бороться с багами игры. Так. Хотя ладно уж, чего же с багами игры? Приходится постоянно бороться с багами своего языка, долбанного. Или просто всей своей челюсти, не знаю даже, почему у меня такие дефекты речи. Эх, блин. Так, здесь у нас находятся полтергейсты, кидающие в нас железные бочонки, которые бьют гораздо сильнее, чем ящики деревянные. Так что надо быть очень аккуратным. Да и сама локация довольно приличная по размерам. Да. Найти код двери. Код к двери. Причём кто-то постоянно пытается оттуда вырваться. Хотя там никого нет. Это тоже, разумеется, играет на атмосферу. И пугает вполне так, будь здоров. Но опять-таки только тех, кто не привык играть в хорроры, имея на себе огромную кучу оружия. Вот снова этот звук, который будет использоваться ещё в следующих играх тоже. Такс. Звук того, как будто кто-то обскабливает плитку со стенок. Ещё немножко химии. Причём в этот раз я могу в ней прямо даже постоять, подышать, пожрать немножко. Откусить кусочек. Такс. Интересно, где-то ник находится, который я открыл недавно. Ага. Вот аж оболтергейсты. Только я что-то по ним вообще не попадаю. Наверное, выгоднее взять ружьё, чем стрелять по ним. Из такой пукалки. Ну-ка. Опа. Это куда взялось вообще? Так. Попадаю, кажется, более-менее. Номер один. Ух ты. С них ещё и можно сердца снимать. Круто. Номер два. Их тут, кажется, пять или шесть особей плавает туда-сюда. И тем более единственная игра, в которой показывают ещё и их тела. Опа. Этого тоже я замочил. Странно. Видимо, его просто потянуло аномалией. Next. И тоже отношение друг почему-то. Да уж. Может быть, действительно, это я чего-то не так понимаю. Они просто хотят со мной подружески поиграть. А я их жестоко убиваю вместо этого. Так. Стоять. Хе-хе-хе. Мы ещё не доиграли эту партию. Есть. И всё равно не всё. Где-то ещё ползает сволочь такая. Ой, кошмар. Каждый раз замучиваешься их всех пытаться перестрелять. Ну а с другой стороны, куда тебе деваться? Не перестреляешь, они тебя закидают всяким хламом. Ай. Или не только они. Даже долбанный псевдогигант умудряется меня доставать с такого расстояния с собаком. Эх. Там ещё в зале с псевдогигантом лежит РПГ. Но, к сожалению, от его удара она падает сквозь землю. Чё тут встал, скотина, блин, в свою жопу? Переклил проход. Сволочь. Ну-ка. Да, уж, сложный бой, ничего не скажешь. Особенно, когда псевдогигант постоянно от меня утирает сам по себе. То я от него, то он от меня. Готов. Но это было несложно. Даже используя какое-то ветхое дряхлое ружьё. Да, мне сдавшееся, по идее. Опа! РПГ не провалилось сквозь землю, смотрите-ка. В этот раз мне повезло больше. Ну, хоть в кои-то веки. Обычно я его как раз-таки не могу поднять, потому что он проваливается навсегда. Правда, потом спаунится через какое-то время снова наверху. Вываливается обратно. Но понятное дело, что я прохожу в такие локации только один раз. Чтобы больше не возвращаться. И не тратить своё время на изучение одного и того же. Да и делать здесь особо нечего. Локация, конечно, хорошая, но всё равно скудная и слишком маленькая. Ну, серьёзно, атмосфера здесь шибко не прочувствуешься. Как раз из-за её чрезмерной сжатости. Такс. Ну, правда, даже при этой сжатости я умудряюсь тратить кучу времени на проход по локации. Ух ты, там лежит капелька, кажется. У меня. Ещё немножко копеечек мне в будущем, которые пригодятся при покупке... ...чего-нибудь невероятного, чешуенного. ...салатовый кристалл. ...за завтрашнего дня приступайте к обслуживанию резервуаров в Центральной лаборатории. Необходимо проверять их с периодичностью в два часа. Обо всём докладывать мне лично. Код доступа к Центральной лаборатории 9524. Ну-ка, в холодильнике ничего интересного нет, зато я могу здесь спрятаться при желании. Вот так. Взял и залез. И всё, теперь я здесь заперт просто. Но при этом идеально в него помещаюсь. Ну-ка, может быть, что-нибудь ещё интересное здесь сделать. Например, там... ...потестировать его на устойчивость к ядерным взрывам. Как это сделал Лидиана Джонс в своё время. Ой. Так, где я? А, да-да-да, я всё ещё в ящике нахожусь. И остался там навеки. Истекая кровищей. Зато эксперты-криминалисты будут в шоке, увидев такую интересную картину. Труп, который не смог пережить ядерный взрыв в холодильнике. Ну, или не просто ядерный, а обычный взрыв. Хотя ладно. Так, меня это не оправдывает. Ладно, хватит тупить. Код 9524. Кстати, сюда можно подняться по трубе. Это интересный намёк? Здесь на них что-то есть интересное или нет? Надо посмотреть, то мало ли. Может быть, здесь есть тайник, который я умудрялся не видеть всё это время. Ну, смотрите, зачем-то же здесь есть эти трубы, которые так ведут далеко-далеко. Ну-ка, ну-ка. По идее, мне должны куда-то привезти. Или нет? Я сюда, конечно, не в первый раз залезаю, кажется. Но просто я уже не помню нифига, когда это в последний раз сделал. И главное, зачем? Я здесь пока что ничего интересного не вижу. Может быть, ничего интересного здесь и нет. Меня просто обманули. Ну, походу, да, так и есть. Эти трубы просто декор, который призван для того, чтобы ещё немножко запутать и запугать меня. Криповой атмосферой великого ничего, которое я должен додумывать себе сам, чтобы сам себя напугать. Ну, почему бы и нет? Так ведь многие хорроры и работают как раз. Так. Не можем мы напугать игрока, пускай он сам себя напугает. Додумывая всякую фигню, которая не существует на самом деле. Ну и всё, кажется, да? Больше здесь делать нечего особо. Ага, здесь спряталась аномалия, которая умудряется меня издалека подтягивать с огромной силой. Фух, блин, еле-еле вырвался. И здесь ещё один тайничок. Круто. Хотя бы не зря бегал всё это время. Ай-яй-яй-яй-яй. Как она вообще может сквозь стену-то подтягивать? Это же глупо и странно. Но всё равно забавно. Так, код 9524. Пора отсюда сваливать уже наконец-то. Я и так слишком долго здесь ползаю. Естественно, никто на самом деле дверь не долбил. Мне просто показалось. Со мной снова играет шутки мой больной разум. Жуть. Реально жуть. Эксперименты по созданию каких-то телепатов, зародышей. Хотя, скорее всего, это просто есть те, кто стал полутергейстами в итоге. И один из самых опытных образцов вырвался наружу. Жуть. А вот и тайник. Да, неплохой, конечно, запас здесь. Всякой фигни. Недаром его так сложно достать. И единственные образцы тушканов, которые лежат в оригинальной игре. Только в виде дохлых моделек. Хотя, что мешало ввести их вокруг, вообще непонятно. Зачем было вырезать то, что уже готово? Для меня это до сих пор остается загадкой. Да уж, помню каждый раз, когда я сюда приходил впервые и во вторые и так далее. Было страшновато отсюда выходить, потому что я знал, что там внизу будет происходить что-то жуткое. Ну-ка. Можно разбить все эти капсулы. Ух! Как красиво стекло-то полетело. Аж вся игра залагала напрочь. Красота! Ну, ладненько. Это все, конечно, весело, но у меня есть более важная задача. Взять что-ли новую винтовочку? А пробовать ее в деле. Против самого опасного противника этого места. Вот этот звук, реально, самое страшное, что я слышал за всю свою жизнь, наверное. Ну, ладно, например, одно из самых страшных, это точно. Жутко. Хотя сам противник, конечно, не очень опасный. Я еще какой-то КПК успел подобрать. Так, сюда иди, тварь. Его очень легко спутаться со сполохами, которые он издает. Так. Не, бесполезная пушка. Есть. 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 А уж даже мне сняться не настолько идиотски и бессмысленные сны. С такой глючной картинкой. Ой, блин. Неплохо, неплохо. Это было внезапно. Так, ладно. Где-то была моя пушка старая. Пока я её ещё не потерял. Здесь уже внезапно 9 человек. Странно. Кстати, никто не появился здесь, где я уже побежался. А то, мало ли, может я кого-то упустить умудрился. Вроде бы нет. Так много народу в этот раз заспаунилось. Что, конечно, по идее логично. Потому как 4 человека, спустившиеся в лабораторию, это странно. Ну и понятное дело, что после того, как я проснулся, вся криповость снова пропадает. Эх, теперь начинается снова просто пострелушка. Ну ладно, возвращаемся к нашему любимому делу. Размечтался, скотина. Да, я уже заранее изучил их позиции. Вернее, запомнил. Так, ещё один брошенный рюкзак возник. Странно. Это не тот ли, который я уже обыскал? Да, походу это он. Придётся теперь возвращаться, что поделать. Извините, ребята. Так. Я не могу упустить ещё 3 ракеты от РПГ. Это ж крутая вещь, ё-моё. Опа. Ну тогда понятно. Заспаунились не военные, а зомби. По крайней мере, это всё объясняет. Так, а здесь что такое? Здесь телепорт охотится? А, спасибо. Телепортирующий меня прямо в задницу, в аномалию. Да, это было, конечно, подло. Хотя чего я хотел от подобных образований? Опа. Артефакт валяется какой-то. Провалившийся сквозь текстуры, судя по всему. Потому что я его не могу подобрать никак. Ну и чёрт с ним. Или это не артефакт, а просто глюк какой-то. Можно не обращать внимания. Ага. Так и да. И где, мне интересно, эти учёные прятались всё это время в такой маленькой лаборатории, которую я и так уже оббежал буквально всю, сверху донизу. Где они умудрялись здесь заховаться? Вообще не пойму. Как-то это странно и нелогично совершенно. Ну да и ладно, фиг с ним. Такс. Спишем это на нашего безумного автора мода, который понабихал уже чего только угодно сюда. Так. Хотя бы я не зря сбегал. Три ракеты, это круто. Можно будет весело пошмаляться в кого-нибудь в будущем. Просто не стоило мне сразу же бежать к выходу. Надо было как раз таки всё это комплексно осмотреть, так сказать. Да сколько у вас тут ещё уродов, блин, а? Я знаю, что ещё военный как минимум один там стоит наверху. И получается ещё один зомбик остался где-то. Ну, впрочем, мне уже в лом, разумеется, всех искать. И так здесь опять, как обычно, полчаса потратил, бегая туда-сюда без дела. И чё эти военные вообще здесь так рассовались странно? Могли бы сразу же уже брать локацию штурмом, да и всё полностью. Всей компанией. Наверху, кажется, только один остался. Ну да. Ещё где-то остался один зомбик последний, которого я не снял. Ну да чёрт с ним. Всё, прощай, лаборатория Х-18. Это было по-своему весело. Теперь нам пора сваливать. Навсегда. Ну, в смысле, навряд ли я буду уже перезаписывать эту игру в третий раз. Так что, да, действительно, в последний раз мы зашли в это место, в последний раз его посмотрели. Потому как проходить сталкера снова, снова, снова и снова уже как-то совсем надоело. Просто для летсплея с этим модом. Потому как зона, в конце концов, уже и так слишком устилина, нами изучена. Чёртый, мы над точкой. Понял, начинайте работать. 032, выбрасывай своих на крыше. Как понял? 032 принял. На крыше, так на крыше. Меченый. Базу бандитов. Коваль, боевые. Они перекрыли выход. Но есть вторая дорога. Попробуй выбраться по ней, но будь осторожен. Удачи. Ну, внезапно в какой-то веке Сидорович со мной связался. Ни с того, ни с сего. И зачем это ему понадобилось вообще? О, я ещё и новое оружие достал теперь. Пулемётик. Ага. Видите, не зря я не стал убивать тех тушканов. Они вылезли и начали убивать военных там за меня, я смотрю. Это хорошо. Для меня же только халявы больше. Так. Кто там бегал-то, это что? От скотина, а? Подкрался специально ко мне и начал стрелять уже в упор буквально. И мне интересно, это такая тактика у НПС, или же это баг такой? Потому что они не стреляют сразу же. А только через какое-то время. Ну, странно это, конечно. Ну, да и ладно. Вот, видите, видите? Они сожрали их всех буквально, эти тушканчики. Не зря я их спас, не так ли? Ну, а теперь пора их замочить уже. Ну-ка, ребята. Мне кажется, они какие-то здоровенные слишком этот раз стали. Ну, чёрт с вами. Прощайте, ребята. Ай. Мне даже не пришлось тратиться на патроны. Бац, и всё. Все готовы. Все счастливы. Ну-ка. Здесь находится куча бочек. И ещё немного халявы бесплатной. Странно, конечно, здесь всё смотрится. Но, впрочем, я, конечно, не отказываюсь. Мужики, помогите нейтрализировать стайпера на фабрике. Откуда вообще автор мода придумал это слово, нейтрализировать? Я даже не знал, что такое существует. Ага, ключ учёного я использовал. Вот в чём прикол. Зачем он был нужен? Забавно, конечно, повзрывать бочечки и ящики прочие. Так. Но бессмысленно. А-ка. Ещё пачка идиотов, которые даже не пытаются в меня стрелять. И только упорно дохнут. Ох, блин. Даже как-то печально, что всё так легко с вами получается. Впрочем, я, как всегда, не возмущаюсь. Только радуюсь. Внимание, обнаружена аномальная активность. Всем собраться на хуторе. Чёрт, а? У меня, по крайней мере, всего лишь дефекты речи. У кого-то дефекты ещё и письменной речи, в том числе. Так. Почему сильные дефекты? Ладно. Я выдержу. Я потерплю. Так. Ещё один тайник образовался. Военные только прибыли и уже успели здесь тайников понашмалять везде. Забавно. И глупо, разумеется. Целая пачка модифицированных гранат. Интересно, буду ли их когда-нибудь вообще использовать? Может быть, в самом деле переключиться просто на гранат? Кхе-кхе. На гранаты. И выкидывать их все до одной? От нечего делать. Так-с. Интересно, где находится аномальное образование в этой локации? На крыше, скорее всего, я так понимаю, да? Да-да-да, я его вижу отсюда. Движение воздуха небольшое. Так-с. Ну-ка сейчас проверим, куда он нас отведёт. Так. Ух ты, нихрена себе. Сразу же на выход из тёмной долины. Это, конечно, неплохо, но слишком далеко. Мне туда пока что не надо. Так. Я туда и пешком наберусь, если что. Хм. В оригинале, кстати говоря, военные вовсе не перекрыли выход на свалку. Это Сидорович так сказал просто. Видимо, ради своей выгоды. Этот жирный засранец, судя по всему, у нас просто решил подставить или что. Не знаю, чем ему выгодно нас обманывать. Ну да и ладно. Так. Что теперь? Обокрасть тайнички разве что. И нужно ещё сдать квест лейтенанту Морозову. Хм. А Долгоец всё ещё не убежал. Всё ещё благодарит меня фиг знает за что. С кем они там воюют-то уже, ё-моё. Значит, всё-таки бандиты спаунятся, так или иначе. А я-то думал, что нет, теперь они уже не будут появляться. Но я ошибся, как обычно. И военные тут же. Ты что? Хе-хе. Быстро сдулся лошара. Его ещё и сквозь стенку пристрелили, похоже. Да уж. Кошмар. Ну, в общем, видимо, таким образом как раз и имитируется. Это самая военная операция в Тёмной долине. Потому как в оригинале довольно странно смотрелось, что военные прибыли таким малым числом. И вообще толком-то ничего не зачистили. И здесь вообще не появлялись, кажется. На этой базе бандитов. Так. То есть всё высосано из пальца. А тут вот, видите, военные есть, да. Они появлялись, они здесь дохли все. Так. Сыдолговцев тоже убивали, судя по всему. Да-да-да. Главное, чтобы они не убили случайно лейтенанта, которому я должен сдать квест. Только как же я получу свою драгоценную награду? Ну-ка. Смотрите-ка, везде уже рассовались бандиты снова. А, нет. Такие-то военные теперь. Такое ощущение, что они все вместе начали штурмовать базу, которую захватили долговцы только что. Заодно, блин, целой компанией. И те, и другие сразу же. Странно, блин. Это ещё я, гад. Вот сволочи, а. И всё, что я делаю, в конце концов, это просто выполнять свой долг. А почему долговцы не воюют с военными? Военные же пришли защищать локацию от них, не так ли? Иначе от кого ещё? Ну да. Вроде бы воюют всё-таки. Тела, по крайней мере, валяются. В общем, странно всё это, конечно. Так. Ну и пока что мы остановимся прямо вот здесь, на тайнике Борова. В котором находится всякая унылая хрена тень. Хотя казалось бы, что командир бандитов должен быть более хорошо оснащён. Но, впрочем, ладно. Много всего интереса у нас всё ждёт. Я это видео буду повторять из серии в серию. Ох, блин. Как же хотел бы отключить эту дурацкую ненужную погоду, дождливую. Но придётся с этим смириться и привыкать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»